всем привет дорогие друзья мы с вами находимся недалеко от алании приехали мы кое по какому делу но я хочу вам показать радуга а вы знаете что радуга это всегда хороший знак также как и видеть невест турции видите идет дождь светит солнце ну и конечно же радуга всем кто смотрит это видео желаю всего хорошего ну а дальше мы с вами идем на пятничный рынок в алании смотрим что же вкусного и полезного у нас сегодня продается многие спрашивали если в алании осень так вот друзья если отъехать немножко от центра лани можно увидеть и желтеющие деревья с которых попадает листва поэтому несмотря на то что уже календарная зима а в алании осень и кстати по дороге в конью уже выпал снег все занесено снегом поэтому в алании зима есть снега в алании тоже бывает очень много а мы едем вот такой вот вот такой вот проселочной дороге посмотрите какая красота в петлю а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И увидимся до января месяца Поэтому сегодня, последний раз в этом году, пришла на обед к нему И будем кушать его самые-самые вкусные кёфты Ну и, конечно же, дальше покажу вам, какие ботинки я купила в России Потому что у Айхана уже есть, а у меня ещё нет В общем, зайдём ещё в магазин Руя Кундура Сейчас покажу вам кёфты и попрощаемся с Ахмет Устой Ахмет Устой, мы к Русье едем? Ааа, очень красиво, гуле гуле едем Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас, конечно же, и всё на то, что мы кёфты и в Кёфты, которые были в Кёфте, которые находились в Кёфте И в Кёфте и идём в Кёфте И в Кёфте, которые будут в Кёфте, которые идут в Кёфте макарном а это макароны из печи супер такой я еще не башен кашар с сыром и с белым сыром ну а сейчас вам покажу что я кушаю я кушаю сегодня кофты которые айхан у нас кушал только сладкая а я сегодня кушаю кофты друзья в такую холодную погоду очень очень вкусно многие из вас также спрашивали зачем мы пьем воду с лимоном ну и обычно на самом деле это очень полезно ну а когда наступает холода я пью я всегда в ресторане заказываю стакан горячей воды и в этот стакан горячей воды я также всегда выжимаю лимон или даже его можно бросить туда и это очень полезно натуральный витамин с витамин с витамин c и сегодня у меня рис и авто хлеб мы не едим но он очень вкусно как веке мир смесь всем кушает приятного аппетита и конечно же не забывайте подписываться на канал не забывайте подписываться на наш инстаграм потому что на следующей неделе мы едем в россию точнее айхан и еще один наш дупрейт россию вы увидите приключения и все эмоции по поводу первого посещения россии поэтому подписывайтесь на канал будет интересно ну а дальше идем с вами магазин роя кундура где покажу вам какие ботинки я хочу купить для поездки в россию друзья и конечно же прежде чем ехать в россию нужно подобрать теплую обувь в магазине роя кундура в мужском отделе помимо того что здесь продается теплая мужская обувь зимняя демисезонная летняя и так далее можно купить и водонепроницаемую водонепроникаемую снега не проникаем в общем очень классные ботинки которые в прошлом году покупала и хан и покупала моя мама я хочу вам показать именно эти ботинки потому что они относились в мурманске при низких температурах при дожде со снегом при снеге относились просто потрясающе они очень теплые и водонепромокаемый это здесь ряд унисекс он может быть можно как могут носить как мужчины так и женщины ну например вот такие вот модели вот такая вот есть модель фирма ламборд джек фирма ламборд джек именно вот такие вот ботинки в прошлом году моя мама покупала и они относились просто всю зиму без каких-либо проблем поэтому если вам нужно что-то универсальное на зиму на осень на холодную погоду вот это вот очень и очень классный вариант и как вы видите здесь много разных цветов есть как вот такие вот высокие есть и низкие есть например вот такие вот розовые более такие женские есть чисто черные soft shell видите написано soft shell что значит супер водонепроницаемый поэтому если вы хотите что-то очень качественное чтобы было тепло ноге и вода не проникала в обувь вот это вот очень классные варианты и как вы видите здесь очень много разных вот таких вот с меховой опушкой ну в общем очень очень много очень много разных вариантов а и еще есть вот такие вот и есть еще вот такие вот такие более женственные которые можно тоже носить в любую погоду и если вы хотите например ну черный есть разные видите вот такого цвета голубого в общем то что вам подойдет обязательно обязательно касса ели рейк лире гелли и есть также вот такие вот цвета в общем друзья я вам очень советую вот эту обувь и точно знаю теперь что вот эта вот модель она ну супер качественная проверенная целую зиму так что охрана охран санкин декабин густер у охрана есть вот такие но у него фирма грейдер он покупал их в прошлом году и в прошлом году также покупала мама а ну поскольку мне по стилю не подходит такого плана сейчас в другом отделе в женском отделе я покажу какие выбрала я и вот эти вот ботинки стоят 300 350 лир и сейчас друзья мы находимся с вами в отделе женской обуви магазина ру и кундур и вы конечно же знаете мою любовь к блестящей коже пару месяцев назад я купила себе вот такие вот классические бочи ботиночки стоят они 340 лир натуральная кожа ну очень очень удобный но сейчас речь не об этом сейчас похожу вам какие я выбрала себе ботинки для поездки в россию конечно же здесь огромное количество обуви из лаковой кожи но мне нужно было что-то потолще потому что все-таки холодно снег дождь ну чтобы не не промокала и у меня было несколько вариантов но я люблю такое все супер классическое и супер минималистическое можно было конечно купить вот такие вот ботинки видите они есть разных цветов стоят они тоже около 400 лир но поскольку я хочу блестящую кожу сейчас покажу что я выбрала здесь было несколько вариантов был вариант вот такой но поскольку он на каблуке ходить в нем неудобно был вариант вот такой вот смеховой опушкой но смеховая пушка я как-то не захотела брать фирма мама миа и я выбрала себе вот такие вот ботинки тоже фирма мама миа они достаточно высокие каблук 39 размер я померила очень удобные самое главное что это кожа и я надеюсь что они у меня не промокнут ну и конечно же классика еще и лаковая кожа это просто ну просто супер было здесь несколько других вариантов сейчас вам их тоже покажу эти варианты к сожалению на такой более тонкой подошве а некоторые варианты которые мне понравились они были с чрезмерным количеством декора например вот такие вот и вот такие но вы видите здесь очень много камней конечно их можно было бы как-то убрать но все-таки нет ну и на такой подошве которая тоже не промокнет и были вот такие вот тоже с большим количеством декора и мне они мне они по стилю не подошли ну и конечно же очень классные здесь есть ботиночки вот такие вот лаковые но как вы видите здесь тоже тонкая подошва и на такой тонкой подошве я ношу только воланье и были еще вот такие вот лаковые но здесь как вы видите тоже цветочки вот такой вот декор мне он немножко с камнями тоже не подходит поэтому для себя я нашла идеальные ботинки просто шикарные я их померила они подойдут и с джинсами и с брюками и с юбкой и смотрятся очень очень красиво кстати вот эти вот ботинки в прошлом году я тоже покупала в этом магазине и очень хорошо их относила всю зиму но не в россии в турции и в дождь и в стамбул мы ездили и они очень-очень классно относились поэтому друзья обязательно заходите в магазин руя кундура вы здесь найдете очень много классной обуви особенно марки мама мия то турецкая марка очень качественная самое главное удобная обувь будете носить и радоваться а покажу еще одни спортивные вот такие вот спортивные но здесь тоже видите много декора таких вот полосочек если бы не было вот этих полос то в принципе как спортивная обувь они бы подошли обязательно пишите в комментариях какую обувь вы любите как я уже сказала я очень люблю лаковую кожу и замшу но поскольку дождь зима снег замшу я решила не покупать а вот лаковая кожа это ну просто мои фаворит поэтому пишите в комментариях что вам нравится больше что вы больше всего носите и обязательно заходите в магазин руя кундура все ссылки на этот магазин в описании к этому видео ну а сейчас мы с вами идем на базар апельсины 2 лиры и к сожалению идет дождик поэтому покажу вам немножко рынок как всегда здесь у нас каштаны и орехи грецкие орехи 25 лир килограмм здравствуйте бананы местные аланийские бананы 650 ну и как я вам говорила про авокадо кстати вы спрашивали авокадо штука стоит 5 лир штука не килограмм и конечно же сейчас у нас время апельсин апельсины 250 очень много зелени и несмотря на дождь народу на рынке тоже очень много кто-то даже включил генератор для света лимоны а что у нас из сезонных самых-самых сезонных фруктов конечно же айва айва уже поспела покраснела весь например авокадо поменьше две с половиной ли вы даже есть остатки винограда винограда по 6 лет и 4 лиры стоит дня его друзья это у нас хурма очень много сухофруктов апельсин баклажан перец картофель ну в общем из из зимних фруктов и овощей у нас традиционно это конечно же айва апельсины мандарины и хурма очень много яблок и кукуруза в общем рынок вы увидели в принципе от прошлого видео он ничем не отличается поэтому обязательно смотрите видео прошлого рынка там вы увидите все цены и весь ассортимент на этом мы с вами прощаемся надеюсь это видео вам понравилось и в следующем видео я надеюсь что мы с вами уже встретимся в россии ну или через одно видео а на сегодня всем всего хорошего пока пока не забывайте также наш инстаграм и фейсбук до встречи в алании в турции и в россии пока пока